коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока пока его не занял кто-то другой так видите ли вы меня слышите ли вы меня эти что вы не видите и слышите ставлю поза закреп и мы начинаем шестой день самодисциплины жду пока народ подключится потихонечку да есть видно слышно хардкор щеки как прошел ваш визит супермаркет были какие-то интересные открытия и впечатления если есть какие-то вопросы по прошлому занятию тоже готов на них отвечать пока специально чуть-чуть пораньше вышел в эфир чтоб все подключились так если у нас тут хардкор щеки кто проходит про хардкору нашу самодисциплинку сегодня у нас будет две темы они тоже не очень сложные как и вчера но достаточно важные и для того чтобы выстроить нашу систему нашу с вами систему самодисциплины вот очень важно эти все эти кирпичики которые я вам даю да важно из них сложить и выстроить выстроить вот это здание самодисциплины окей все 1200 начинаем стало легче входить в состояние писания все домашки делаю сама в шоке да естественно еще раз смотрите друзья я не знаю и не существует какого-то какой-то одной единственной секретной техники которая поднимала бы вашу продуктивность на сто процентов но если все делать последовательно правильно в нужный момент времени дату каждое правильное действие да но вашу продуктивность поднимает на несколько процентов и в сумме все это складывается в то что вы начинаете просто ну вам противостоять невозможно абсолютно и именно поэтому наши ученики те кто учится в нашей сценарной мастерской они заметно эффективнее до заметно продуктивнее чем те кто в нашей сценарной мастерской не учится это все равно что там зря чем со слепыми соревноваться в стрельбе да то есть слепой теоретически может конечно до выстрелив в сторону мишени много-много раз туда попасть да но мы четко видим дам у нас есть мишень да мы ее видим в нужный момент мы натягиваем лук пускаем стрелу и она попадает точно в цель а вот то есть все это не случайно у меня жена однажды когда в очередной раз кто-то из моих учеников выиграл какой-то там очередной приз и она мне сказала твоим ученикам везет а вот и она этот так со значением сказала да не в том смысле что да вот они такие везучие да а в том что это не случайно то что наши ребята наши девчонки столь эффективные столь продуктивные когда я захожу в книжный магазин москва например и вижу там новинки и бестселлеры стол и на нем там 45 книг написанных на нашем курсе роман на прошедших да ну это это приятно я понимаю что что то такое мы делаем правильно и так окей поэтому вот друзья если вы хотите к нам присоединиться то еще раз я напоминаю идет наборный онлайн курс сценарий полнометражного фильма присоединяйтесь места пока есть и соответственно да с марта с марта начнется веселье смотрите вот то что я сегодня тема которую сегодня хочу дать она одна из таких фундаментальных тем это вот бывает так что верни давайте так давайте я задам вопрос бывало ли у вас так что вы начинаете какой-то проект творческий начнете писать книгу или сценарий или рассказ или статью неважно что вот и все вроде бы нормально но проект никак никоим образом не получается вот не получается и все вот как не и и силы есть и время есть и старание есть и умение есть но вот не складывается все то ли из-за того что со и вы подбившись об этот проект головой какое-то время вы в конце концов бросаете его да и уходите и потом спустя какое-то время вы понимаете что на самом деле этот проект он и не должен был получиться да то есть либо в нем в самом проекте до в основании проекта была заложена какая-то неправильность да как например лев толстой пытался много лет пытался написать роман про петра первого и у него это никак не получалось и потому что ну некая идея его я не буду углубляться там какая-то идея там и так далее да входило в противоречие с личностью петра первого да и то то есть он пытался некую сову натянуть на некий глобус и самая главная проблема в том что в то время когда жил лев толстой оценить да петр был еще слишком недалеко да это там 150 плюс-минус там 150 170 лет от него отделял вот и оценить что это такое и как это работает фигура по имени петр первый было сложно даже такому человеку как лев толстой и лишь следующий толстой в тридцатые годы да да и имея перед глазами опыт очень быстрой интенсификации государственной деятельности да революционной он смог понять а что же все таки тогда да проведя некие параллели и увидев соответствующие связи да он смог его оценить при том что как мы понимаем да советский красный граф по таланту был ну не сравним он талантливый безусловно талантливый и во всех отношениях очень сильный автор да но со львом толстым его сравнивать конечно масштаб немножко не тот но тем не менее вот он смог написать про петра первого а лев толстой не смог дальше что еще может быть может быть партнеры до участники вашего проекта с которыми вместе вы делаете этот проект да они их видение проекта настолько сильно отличается от вашего что ничего и не могло получиться и а может быть и у них не было и желание запустить этот проект да и компетенции не было для запуска этого проекта у меня тоже такое было много раз и поначалу я не умел их различать да сейчас я сразу же вижу да поговорил с человеком пять минут я уже понимаю будет какой-то толка из сотрудничества или нет на раньше я очень часто на это тратил там недели целые то есть поговорили с человеком написали что-то а потом ты понимаешь что у него на самом деле нет ни ресурсов ничего для осуществления проекта и таким образом нам нужно составить каждому автору нужно постепенно в течение своей карьеры составить некий свод правил по которому вы выбираете новый проект давайте так мы попробуем с вами я попрошу вас представить такую ситуацию вот у вас появляю вам предлагают какой-то новый творческий проект а написать книгу написать сценарий или что-то вот что-то сделать и что должно быть в этом проекте или каким он должен быть или что он должен дать вам для того чтобы вы согласились на это проект для того чтобы вы поняли что я имею ввиду да я приведу пример такого аргумента да например вам за это заплатят деньги может это быть аргументом но естественно может быть да то есть вам предлагают какой-то проект и говорят ну мы платим то допустим 500 тысяч за серию аргумент это ну аргумент для того чтобы по крайней мере там серьезно серьезно рассмотреть это предложение вот что еще какие еще причины могут побудить вас взяться за новый проект мне должно быть интересно история должна меня трогать так начала писать историю написала большую часть но мне сказали что тема которая там отражена очень смелая для начинающего автора но и другая история да то есть то что ваши какие-то взаимодействия да с вашими партнерами это надо смотреть там что на самом деле является причиной да то есть вполне может быть что действительно да люди боятся что скажем вы потянете просто до сложная тема и там как это решается ну например могут подключиться автора опытного вполне чего в этом ничего в этом зазорного не вот а может быть есть какая-то другая причина про которую вам просто не говорят должен быть захваченный захватывающий проект хорошая оплата признание так деньги мое личное удовольствие знание материала буду гордиться участием и выполнением проекта мне случалось уходить проектов если я понимал что мне такой проект стыдно будет поставить свою резюме в проекте будет что-то что изменит чью-то жизнь к лучшему так наверное как с человеком какая-то влюбленность должна быть возможность увеличить доход и масштабирование чувствуешь что принесет славу для писателя немаловажный аргумент опять же например когда вам предлагают какой-то проект и говорят а вы все денег заплатим все нормально но вас не будет в титрах а в титрах будет вообще другой автор как который без того известны вы бы согласились но я бы отказался от такого проекта зачем должно судить под ложечкой экологичность проекта отсутствие проекта сейчас деньги интерес очень хорошо должен соответствовать ценностям причастность великому хорошая команда так замечательно очень хорошо и вот все что вы перечислили да но по сути укладывается там в пять основных моментов в пять основных направлений это чему-то научиться это заработать денег это прославиться это потусить с интересными людьми и это интересная тема или сюжет который задевает конкретно вас вот и когда вы рассматриваете проект да нужно смотреть все ли здесь есть из перечисленного и и если например чего-то из этого нет то в этом случае да вы дальше уже должны сознательно принять решение по этому поводу например может быть проект скажем театральные проекты которые вот у меня был проект дисциплина которым я год работал мне заплатили за него по меркам что называется обычного там театрального человека очень хорошие деньги вот по моим меркам это вообще ничто да то есть это не даже говорит не о чем но я понимал да я чему-то научусь да это сработает на мою репутацию да я потушу буду тусить с интересными лично мне людьми и это интересная лично мне интересная тема поэтому я согласился на этот проект хотя денег там по фактически не было а вот поэтому вот смотрите да и для себя например вы определяете что если вот из этих пяти есть четыре дата я проект принимаю я проект рассматриваю если есть три то отказываю вот способ да скажем так разложить и немножко механизировать вот этот способ принятия решений по творческим проекта почему потому что если вы знаете например что я пойду на проект который если там ну реально проблемы с деньгами дата это это должно быть важным если вы например мало и плохо и нерегулярно зарабатываете то наличие денег в проекте для вас должно быть значимым да если вы деньги зарабатываете другим способом для вас это может быть незначим почему потому что на длинной дистанции даже если вам сейчас пообщались с людьми вам на обещались три короба кажется все доделаем классно мне нравится на длинной дистанции все все вот это то что видно было с самого начала до на длинной дистанции это все начнет проявляться и начнет ваш проект разрушать изнутри и в итоге вам из него придется выдергиваться очень сложно и с большим трудом и так еще раз я повторю до резюмирую 5 основных этих самых до основных причин для того чтобы участвовать в новом проекте они закрывают практически все что вы написали да все все эти варианты чему-то научиться заработать денег прославиться потусить с интересными людьми и интересная лично для вас тема или сюжет и моя рекомендация в случае если четыре из пяти присутствуют соглашаться на этот проект если есть пять из пяти даже говорить не о чем на вот если есть только три из пяти перечислены то тут надо надо взвешивать я советую отказываться по крайней мере до чтобы вы сознательно принимали это решение насколько это понятно или если что-то непонятно то задайте мне вопросы если надо я эти пять пунктов могу потом еще в описании видео добавить чтобы они а вообще-то у нас наверное алёша дело нас алёша внуков делает алёша вы здесь помашите рукой в чате он делает конспекты всех уроков и после единственное что мне важно друзья мои чтобы вы не не заменяли конспектом прослушивание урока чтобы не было такого я прочитаю как вы ничего не поймете если только конспект прочитайте но если вы прослушаете урок и потом прочитайте конспект то вам это дам позволяет нам нам напомнить о чем была речь поэтому там все появится окей хорошо да идем дальше теперь вопрос а в каком случае если в проекте есть что-то то ну вот анастасия пишет организационные моменты учитывайте бывает так что никто не нашли за что не отвечает и работает тяжело но я про это сказал вот это входит потусить с интересными людьми да то есть это организация работы да то есть насколько вас устраивает люди с которыми вы работаете теперь в каком случае вы отказываетесь от проекта да то есть если вот это вот есть эти пять или четыре пункта да мы на проект соглашаемся но в это позитивные аргументы но если есть что-то какой-то негативный аргумент к этому к этим позитивным вот вы его видите и вы отказываетесь вне зависимости от того что что там есть вот что оттолкнет вас сразу же от проекта если вы в нем это увидеть ну пример такого отталкивания да например гострайтинг да то есть если я писатель да я хочу видеть свою фамилию на книжке и у меня кстати говоря когда я первые книги свои писал для эксмо у меня первый очень такое негативное было очень мне не нравилось то что мне пришлось взять псевдоним у эксмо просто был автор с именем а андрей из фамилии молчан а они на обложке ставили инициал то есть гитну на обложке будет а молчанов и и у него и у вас поэтому возьмите другую фамилию но вот мне это прям очень не нравилось мне нравится моя фамилия и мне как бы хочется под под ней под ней хочется фигуре мне пришлось взять псевдоним александр кузнецов первые мои романы в эксмо выходили под этим псевдонимом и в общем в итоге неплохо получилось потому что романы были так себе так несовпадение ценностей когда хотят прогнуть за мой счет когда не понимаю как выполнить задачу присутствие нежелательного человека рядом если человек не нравится на уровне внутреннего отторжения бесплатная работа несовпадение людей расхождение в понимании сути на идея если я считаю идею проекта неполезной неправильной ложь и отсутствие взаимопонимания участие петрова очень вас понимаю я бы ни за что не стал бы работать в проекте в котором есть петров если команда мне не близко по духу так или момент мы тут все команды в итоге на меня вешают все то есть ну организация до неадекватная организация так а вот неадекватные сроки изменения условий сотрудничества в процессе нет личного интереса если подозревание честно сокровие с конторы отсутствие интереса к теме душная обстановка неприятная психологическая самая вред миру заплатим если понравится и так далее значит что здесь какие здесь да и я выявил основные пункты которые включают в общем все что вы перечислили мало или нет денег не дает известности да то есть не дает продвижение в карьере гострать следующий пункт я его обозначил так мудаки да то есть люди которые позволяют себе личные выводы выпады которые опаздывают которые не обязательны которые не умеют организовать работу до из которой то есть вот если например я захожу у меня были такие случаи я захожу на переговоры да там сидит пять человек за столом я задаю первый вопрос кто отвечает за проект вот ну и ответ на это одна фамилия да то есть перед кем я отчитываюсь кому я иду со всеми вопросами если ответ на этот и бывали такие случаи бывали да мы все мы все равноправны мы все будем участвовать да все надо валить то есть если нет человека который отвечает да это значит что не отвечает никто и значит будет организационная неразбериха или например отвечает там самый главный генеральный директор вот он будет и он говорит я мне можно писать 31 декабря можно писать 1 января и все исчезает и больше год мы его не видим не слышим такое тоже может быть да то есть неадекватно организованное организовано управление дальше связаны с убеждениями которые я не принимать то есть ну не экологичность не сходимся по ценностям да какие-то религиозные политические убеждения которые я не разделяю дальше нужно куда-то ехать или ходить да то есть для меня это является ограничение например у меня было такое предложение когда мне очень была нужна работа много лет назад 20 лет назад когда я только что приехал в москву и мне сказали окей хорошо есть работа для тебя журналистка пиаре деньги которые меня устраивали папа тем временам это были большие деньги полторы тысячи долларов в месяц но надо ехать в якутию то есть все мы тебе готовы платить но надо на 6 месяцев ехать в якутию я отказался естественно потому что в тот момент для меня гораздо важнее было находиться в москве и найти работу именно именно в москве дальше ограничения по времени да то есть когда существуют неадекватные сроки то есть когда например человек да что там вы сядьте за три дня серию напишите ну значит что человек не понимает просто как это все работает или например сроки начинают меняться да то есть мы договорились с графиком все раз это самое вдруг человек это дай-ка мне пришли ко мне завтра в 2 часам серии вот я раньше опять же в самом начале своей карьеры я на это ввелся у меня был у меня был случай когда я написал серию за сутки у меня был случай когда две серии написал за сутки за день вернее даже не за сутки там с утра 1 с 9 утра до 3 часов дня и 2 с 3 часов дня до 12 ночи 2 серии так никогда в жизни я так больше не делал и в такие проекты старался мне не влипать и может быть что-то еще ваши да давайте еще раз повторю мало или нет денег не дает известности мудаки связаны с убеждениями которые я не принимаю нужно куда-то ехать и ходить и ограничения по времени который меня не устраивает вот более или менее все что вы перечислили да но укладывается в то что я перечислил но вот поэтому вот для себя я вижу так если я вижу хотя бы один пункт из перечисленных да для меня это уже звоночек да и есть вещи которые для меня полная полностью дают как бы полностью закрывает проект да то есть например мало или нет денег я могу на это посмотреть сквозь пальцы да но если это дает известность да я значит найду способ монетизировать это каким-то другим способом любые остальные признаки да то есть мудаки все сразу нет убеждения которые я не принимаю сразу не то есть ну не в какой там фашистской организации я естественно да не за какие деньги участвовать не буду нужно куда-то ехать до на год надо ехать куда-то да или надо каждый день ездить куда-то там на службу к 8 утра тоже сразу же не до ограничения по времени которые например бьются с ну с моими график с моим графиком работы тоже сразу не вот я советую составить для себя такой список либо взять этот и соответственно каждый новый проект вы проверяете по этому чек-листу то есть вы не принимаете решение жду пока сердце мне подскажет да а вы берете четко смотрите так они мудаки мудаки все нахер и да не мудаки нормальные ребята все работаем дальше славу принесет принесет денег принесет принесет ехать не надо никуда уезжать переезжать там привычки свои менять нормально все сроки устраивают устраивают нормально убеждения мои не противоречит не противоречит все значит можно работать вот и таким образом вы опять же если вы для себя хотя бы один раз примите решение до составить такой график дальше вам решение принимать очень просто вы по сути вам не надо думать даже да то есть вы посмотрели соответствует моему чек-листу соответствующую вперед я например никогда не работаю с людьми которые опаздывают меня самого клинит на ногу из-за того что у меня просто очень плотный график много всего упаковано в день и я понимаю что если я утром на пять минут опоздаю на одно какое-нибудь дело дата дальше все посыпается ну хотя тоже мы с вами поговорим немножко я вам дам график максима максимально стабильный способ максимально устойчивый способ составлять свой рабочий график но например когда ты работаешь то есть мне важно чтобы человек с которым я работаю чтобы он уважал мое время да то есть если например я приезжаю на встречу и человек опаздывает я понимаю что если я должен буду встречаться с ним там скажем 50 раз в течение года он 50 раз опоздать я потеряю очень много времени на этом я не буду работать с таким человеком у меня был случай когда очень хороший продюсер топовый топовый продакшена очень много работающий причем с моим каналом да с каналом нтв в моем жанре в детективном то есть вот прям казалось мы должны душа в душу работать но я пришел на первую встречу человек опоздал на первую встречу то есть он просто забыл о том что у нас встреча да ну я развернулся и ушел да и через часа полтора он мне позвонил и спросила где вы я в смысле где ну в 10 00 я сидел перед перед закрытыми дверями вашего кабинета сейчас я больше не я больше не являюсь участниками нашего с вами проекта поскольку вы не уважаете мое время он очень ругался топал ногами кричал там передавал всякие угрозы мне да но тем не менее я очень не пожалел о том что я ушел с этого проекта потому что толку в итоге не его в итоге убрали из этой компании другой продюсер стал вот поэтому а вот елена елена говорит она не знает кто такой петров но я и на него соглашусь не соглашайтесь вот выше участник согласился и очень сильно пожалел об этом нет мы не работаем с петровым поэтому вот составлять и составьте вот этот списочек и по нему проверяйте каждый свой проект и при этом кстати говоря люди которые хотят работать например да и принимают это мое правило они если ты видишь допустим что вот тоже да а если а если человек всегда опаздывает да если это путин я вас уверяю на встречу со мной путин придет вовремя я вам клянусь просто если вдруг произойдет такое что мы с ним будем встречаться по какому-то поводу вот на встречу со мной он придет вовремя и у меня была девушка продюсер которая опаздывала всегда вот у нее ну вот так вот человек человек так живет да то есть он она всегда опаздывает каждый раз что-нибудь машина еще вот так живет человек но дело в том что она никогда не опаздывала больше чем на 15 минут то есть то же самое я и вначале обозначил что ну я ценю свое время у меня его не так много и а здесь сделать надо много и поэтому я если ты опоздаешь больше 15 минут да я встаю и ухожу а вот и я прихожу на встречу до встречались мы часто когда особенно делали большой проект какой-то ну вот я сразу же понимал что юля придет юля опоздает да значит сейчас два часа до значит я иду наливаю себе кофе иду в бухгалтерию зайду с ними там с девчонками потреплюсь еще что-то да и потом значит в примерно в два часа 13 минут да я иду в кабинет где мы будем общаться до сажусь и начинаю смотреть на часы и я понимаю что в 14 часов ровно 14 минут 35 секунд влетит вся взмыленная юля с криком молчанов я успела вот и это это происходило неизменно вот то есть она ухитрялась и опоздать и продемонстрирует мне респект а вот поэтому так говорят он к английской короле ребят ко мне не опоздает вот просто помените мое слово вот если такое произойдет до что я буду с ним встречаться ко мне он появится вовремя окей идем дальше идем дальше насколько это понятно вот эта тема с выбором проекта да то есть мы у нас должно быть какое-то количество критериев по которым мы соглашаемся на проект да то есть который делает проект интересным для нас и если недостаточное количество критериев да мы от этого проекта отказываемся и у нас есть какое-то количество критериев которые если хоть один из них да то есть для того чтобы мы согласились из пяти критериев должно быть 4 а лучше все пять а для того чтобы мы отказались из шести критериев достаточно хотя бы одного да то есть хотя бы один из негативных вот этих критериев есть проекте мы сразу же отказываемся не задумываясь еще важно друзья мои что лучше отказаться от то есть естественно и будут такие ситуации когда вы отказались от проекта потом ходите и думаете блин а может быть надо было согласиться во первых вот этот способ принятия решения он позволяет принимать решение более точно и мне очень приятно бывает когда я отказываюсь от какого-то проекта а потом через полгода люди которые согласились они мне пишут сушен это молодец что ты вовремя свалил отсюда потому что мы тут все прокляли не денег не заработали все нервы и истрепали да ничего из этого не получилось в итоге вот но даже если все нормально все хорошо с этим проектом и слава-то богу да то есть лучше отказаться от десяти хороших проектов чем ввязаться в один плохой потому что один плохой проект может вас просто сломать как как автора и мне случалось это видеть когда какой-то какой-то один мудак продюсер да на одном каком-то проходном проекте просто ломает хребет сценаристу да и сценарист уходит уходит вообще из профессии если потом не предложит ребят вот это это мантра да то есть если ты откажешься больше потом не предложат если вы это так не работает то есть если вы отказ ну я отказывался от очень многих проектов да но почему-то мне продолжали предлагать и предлагать и предлагать вот поэтому это не так работает что один раз отказался все больше не предложит потому что если вы будете соглашаться на хорошие проекты и отказываться от плохих проектов да у вас будет и расти фильмография да и вы будете общаться тусить с людьми да и у вас будут еще раз такой плохой проекты не предложат да предложит другой предложат хороший может быть другие люди предложат может быть эти же самые предложат придут и скажут помнишь ты тогда отказался от проекта до проект был херов и ничего из него не получилось вот тебе предлагаем сейчас другой проект он точно лучше да он соответствует полностью твоим критериям все дальше работаете хорошо теперь идем идем дальше следующее следующий важный момент на котором тоже вот еще раз ребят я вам все это рассказываю не случайно то есть кажется какое-то отношение это имеет к самодисциплине выбор проект это самое непосредственно потому что если вы выбрали херовый херовый проект да на котором вам мозг выносит и на котором там все и который вам не нравится и вы мучаетесь да никакая самодисциплина вам не поможет написать его хорошо да то есть все начинается с выбора проекта выборы выбрали проект который вы любите да это все равно что но жениться на нелюбимом человеке научите меня как правильно да найдите мне семейного психолога который научит меня как правильно жить с нелюбимым человеком зачем ну зачем разводитесь ну его нафиг а вот поэтому или как не заставить себя полюбить нелюбимого человека не ну может быть может быть брак в котором скажем нет уже страсти да но есть некое уважение да есть некие общие интересы до брак на основе договор может быть конечно да но все равно выкачке если вы к человеку испытываете отвращение да никакая никакие договора да никакие те самые да никакие общие интересы вас не заставят быть вместе вот поэтому здесь то же самое не надо заставлять себя полюбить проект который вы которую вы не любите не можете полюбить вот если вы любите проект дату вам естественно легче запустить все те и ритуалы и там путем героя вам легче будет обращаться использовать его для любимого проекта и так далее так хорошо идем дальше очень часто сценаристы и писатели тоже когда работают над своими проектами на скажем так не учитывают особенностей работы мозга над любым творческим проектом ну например я это заметил в свое время просто на на одном из проектов из своих когда сериал был как сейчас помню про адвокатов и мне надо было быстро очень написать там какую-то заявку он вышел в итоге он был снят он назывался назывался он петрович петренко старший вот тот самый который у германа играл он играл главного героя вот прокурора который стал адвокатом и вот собственно про этого адвоката мне надо было сочинить историю и я сел и я попал прямо в какой-то очень такой творческий тупик ничего не мог придумать и потом я себя спрашиваю так стоп что я вообще знаю об адвоката я понял что я ничего не знаю об адвоката соответственно но я ничего и написать не могу и я засел за ресерч то есть я начал сидеть и читать изучать историю адвокатуры кони да вот 10 19 век наш вся эта начиная вернее от там еще от античности да то есть я прям вот всю историю адвокатуры изучил более или менее советскую адвокатуру да и тогда я начал понимать немножко как работает этот механизм дальше начал общаться со знакомыми своими адвокатами переписываться задавать какие-то вопросы да то есть провел нормальный полноценный ресерч вот после этого мне стало понятно собственно о чем писать у меня появился материал о котором я уже с помощью которого я уже мог мог работать таким образом друзья мои важно что очень часто сценаристы пропускают какие-то стадии творческого процесса да например пропускают стадию ресерча и садятся там сразу диалоги писать вот и в итоге ничего не получается просто потому что ну как бы это все равно что выйти на лыжню забыв надеть лыжи да то есть вы как бы бежите ногами пытаетесь ехать а у вас слышно ногах нет естественно ничего ехать не получается вот и так вот какие стадии творческого процесса первое это выбор проекта да то есть вы должны четко для себя осознать что вы проект выбрали вы над ним работаете дальше сбор информации по поводу сбора информации кстати говоря я советую не выбора проекта и сбора информации я советую не брать те проекты в которых вы слишком хорошо знаете материал у нас был был время один проект который такой случай был не на который как бы никто не обратил внимание я обратил внимание мы делали один проект для крупной компании посвященный космос он в итоге там по порядок причин он в итоге не вышел да но неважно и собирали большую команду то есть это должен был быть такой масштабный сериал учитель и собирали много разных авторов там были просто метры кинодраматургии и и мы грешные да такие начинающий автор человек 30 собрали и значит мы знакомились рассказывали друг о друге и значит один парень такой примечательный очень внешности там борода как-то фигурно выстрижена прическа да и он такой уверенно очень вот типа я там работал в звездном городке очень хорошо знаю материалы закончил космический институт какой-то да и так далее так далее вот я только про себя думаю ну с этим все нормально он точно будет в проекте и значит мы там первый какой-то какие-то тестовые задания мы сделали до первые тестовые задания мы прошли значит и на следующую встречу приходит уже там в два раза меньше народа и этого парня на следующей встрече не было то есть человека который знал тему заведомо и знал ее лучше всех его отсекли на самом на самой на самой предварительной стадии вот в итоге там я прошел все эти отборы но там проект сам не в итоге сам на паузу поставили а потом вообще остановить я не советую выбирать тему которую вы знаете слишком хорошо или в которую вы слишком погружены то есть это можно делать в том случае если у вас есть довольно большая дистанция временная да например я там очень хорошо знаю провинциальную журналистику да потому что в 90-е годы я работал в вологде и знаю это все просто как от и до но уже прошло 20 лет как я не работаю не работаю в областной газете поэтому у меня уже дистанции я смогу уже на это смотреть на расстояние как не погружен в этот материал и соответственно да я мог бы сейчас взяться за такую тему в итоге я написал трилогию свою газетчик писатель сценарист да она как раз вот когда пара прошло время с этого и лучше брать такую тему которую вы не не знаете достаточно хорошо но которая вам лично интересно и для того чтобы производить ресерч со свежими силами потому что когда вы входите в новую тему вы видите там какие-то вещи интересные какие-то детали которые люди погруженные в тему не замечают такое очень часто бывает когда берешь интервью у какого-нибудь человека который сильно погружен в свою тему и он рассказывает что-нибудь такое это очень интересно рассказывать какую-то фигню о это ужасно интересно тоже рассказывает какую-то фигню вот а потом вскользь зацепишь что-нибудь и он там рассказывать что-то там совершенно чудесные невероятные интересные ты такого расскажи вот про это да он то что это у нас тут каждый день мертвые ходят вот ничего интересного нет вот да то есть человек мне не может адекватно оценить интересность того что он вам рассказывает при ресерче важно ну понимать в общих чертах как устроена тема да то есть понимать как там что работает как люди взаимодействуют так как 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 связи устроены да и знать то есть нет задачи чтобы вы знали вообще все ваша задача знать на одну на одну тему больше чем знает зритель то есть все эти люди которые пишут на разные интересные темы да они не работали там 20-30 лет они все это изучили изучили достаточно быстро и со стороны любую новую тему легко можно освоить за но для того чтобы писать за несколько недель или даже за несколько дней и важно что мы собер мы изучаем материалы да конечно да можно конечно там может быть какая-нибудь там нелепая ошибка нелепая путаница до условно говоря там сотрудника уголовного розыска назвать следователю да хотя там нет следует хотя есть в системе мвд есть следователи да но в целом до сотрудник угрозыска это оперативный на вот и люди которые работают там сон гаря в органах они к этому очень болезненно относятся но вы пишете не для людей которые в этой теме поэтому я считаю что в детективе нет ничего плохого нет ничего страшного если там есть какие-то фактические ошибки ничего в этом страшного нет абсолютно да если это не закладывает какие-то модели поведения да скажем не экологично да а если вы следователи перепутали назвали оперативником это это ерунда полная ерунда да в конце концов можно дать текст вычитать специалисту для того чтобы он фактически ошибки исправил да то есть для этого не надо 20 лет работать в органах для того чтобы написать роман про следователя и когда мы останавливаем research да как понять что research все уже вы все узнали когда вы заметите что информация начала повторяться то есть на самом деле вполне может быть что у вас информация и повторялась да но вы этого не замечали почему потому что для вас эта информация была новая и пока не усвоен а как только вы почувствовали я уже про это читал и про это уже читал все значит research надо заканчивать он все вы насытились этой информации нет задачи прочитать все я все время вспоминаю историю про то как лев толстой ему притащили две подводы книг мемуаров войны двенадцатого года он ее не дочитал не открыл ни одной книги да но при этом он там ездил общался с людьми ездил на бородино ходил смотрел да то есть он у него там свой был свой способ research или например глотков который писал помните про девушку гусара книгу давным-давно пьесу давным-давно она написана по мотивам мемуаров там конкретного человека конкретной женщины гуса дурова и он ее не дочитал то есть он начал читать что-то там как бы увидел что это не то совсем это ему не помогает да и он ее закрыл и дальше нет не стал читать вполне может такое быть что то что кажется для вас прямо сто процентов это обязательно надо с этим источником ознакомиться вы начинаете читать и видите что это вам ну вообще никак не помогает и не надо вам этого делать нет задачи себе галочки поставить да что вы со всеми источниками ознакомились да то есть ваша задача получить ту информацию которая зажжет ваше воображение да они так что вы энциклопедическую статью могли об этом написать есть еще одна не знаю говорить вам или нет такая мистическая немножко немножко мистическая немножко магическая штука с ресерчем вот если я боюсь даже вам рассказывать скажу вы скажете что блин молчанов сумасшедший но тем не менее это работает ладно расскажу иногда можно research делать скажем так делать себе авансы то есть брать вернее так брать ресерч в долг то есть например вы точно знаете что вам нужно какую-то книгу прочитать по вашей теме до или посмотреть какой документальный фильм или с каким-то человеком поговорить но у вас уже времени никак вот все нет времени да все надо писать и можно сделать так я обещаю что я эту книгу прочитаю потом когда закончу проект а вот и в этот момент происходит какая-то странная штука странная магическая штука вы как будто получаете доступ к полю и это я еще раз я понимаю что это выглядит как как какая-то хрень но она реально работает до вдруг как будто вы ее прочитали то есть не то что вы узнаете в точности что в этой книге написано да но вы как будто получаете оттуда импульс заряд какой-то да и дальше вы можете совершенно спокойно писать но важно что после этого обязательно надо эту книгу прочитать после того как закончите проект да то есть если вы такое обещание даете его надо обязательно выполнить если хотя бы один раз не выполните все эта штука перестает работать это немножко близко к тому что говорил стивен кинг когда ты пишешь например да тут и разогнан да есть какая-нибудь там не знаю надо название горы какой-нибудь вставить и пруст рассказывал что как-то фон пруст я не помню кто-то кто там первая мировая война бомба бомбежки париже да и он вдруг наткнулся на какую-то какое-то слово ему надо было значение какого-то слова узнать и он под этими под обстрелами под бомбежками пошел на другой конец города для того чтобы в библиотеку чтобы посмотреть значение там этого слова не знаю правда или нет и не уверен даже что это конкретно про просто было кажется что про просто может быть про андре жида и да то есть застрял остановился да надо узнать только после этого стал писать дальше то есть я считаю что я согласен в этом со стивен кингом что надо не останавливаясь писать а вот здесь писать любое слово да то есть king например говорит там у вас там гора какая-нибудь упоминается вы напишите гора манхэттен да и в скобках напишите заменить вот и пишите себе дальше а потом когда чтобы не останавливалась перо не останавливалась смотрите название этой горы до вставляете и до при редактуре меняете но это и работает вот как именно я думаю что это не не магия работает да а скорее работает именно такой механизм психологического такого снятия напряжения да то есть из-за того что я там не прочитал эту книгу да и мне кажется что там есть какая-то важная информация я без этой информации не могу писать да и возникает такой ступор мы сами себе делает вот и если ты себе как бы обещаешь да я прочитаю источник потом сейчас времени нет то вы как бы этот ступор убираете дальше начинаете писать так как будто как если бы как в коучинге говорят да как если бы я уже прочитал эту книгу и она реально работает и так вот по сбору информации насколько понятно то что я вам рассказал про сбор информации если что-то непонятно то договорняк со вселенной до по поводу библиотеки внутри сознания я действительно считаю что есть такая штука меня в свое время я был в бишкеке в кыргызстане и мне там рассказали потрясающую совершенную историю мне подарили книгу монаст естественно не все он огромный эпос много томов мне там какую-то типа детскую версию по сокращенную подарили и она довольно интересная и вот смысл в том что есть такие чуваки монасты которые читают монаст они его читают не по книге они вычитают наизусть да то есть вот человек садится входит в некое трансовое состояние и начинает херачить этот текст а он там объем текста там 10 или а на вот то есть и понятно что он этот текст не сидит и не учительные наизусть не зубри а самое интересное что у них есть маленькие дети монасты то есть если интересно найдите на ютюбе там есть какой-то шестилетний монасты или он даже трехлетний да то есть когда маленький человек который может и читать то не умеет он садится и начинает этот монаст читать но вот я понимаю да что этот текст он где-то существует в неком поле да и человек и из этого поля этот монаст вытаскивает то есть по сути наше творчество оно так и устроено мы когда мы делаем research мы на самом деле вот не не информацию собираем а мы на поле этой темы настраиваемся так нет ли такого четкого списка для чайников с признаками мудаков у каждого свои у каждого свои да например для меня совершенно четко мудак который обманывает опаздывает и оскорбляет то есть для меня это трио да то есть если например человек врет да все понятно обманывать мудак опаздывает мудак оскорбляет да то есть если человек говорит что твой сценарий плохой это не оскорбление да если человек дурак да или ты плохой сценарист но с таким человеком я работать не буду вот все очень просто правило 3 так обязательно все должно быть точно если к примеру пишешь про судебный процесс ты же не можешь знать все законы и точную речь судьи ребят мы пишем наши сценарии не для судей когда мы пишем про суды мы не для судей судьи не смотрят судебные сериалы наша задача написать текст который будет соответствовать представлением аудитории о реальности именно поэтому например я вполне лояльно отношусь скажем помните фильм фильмом армагеддон и там появлялся такой русский космонавт в ушанке с водкой с красной звездой там и так далее и так далее да над которым все ржали я единственный наверное человек который я очень не люблю вот эту киношную русофобию которую особенно в последнее время в американском кино разгоняли да но мне она понятно да то есть я понимаю что естественно наши космонавты да хотя хотя вроде где-то кто-то рассказывал что нашу водку пронесли на космический корабль вот да что наши космонавты наверно в ушанках с красной звездой не ходят в наших космических кораблях но представлением аудитории о реальности этот космонавт соответствует вот поэтому то же самое да ваша задача не так чтобы это вы выглядело правдиво ваша история а чтобы она выглядела правдоподобно и для этого очень часто бывает так что если вы делаете правдиво получается менее правдоподобно да то есть если могут быть какие-то вещи которые например соответствует реальности да например когда мы делали сериал побед нам рассказывали консультанты рассказывали о том что людей которые там приговорены к смертной казни если они по коридору перемещаются да они не идут вот так вот города да как в сериале prison break да а за ним охранник за спиной их они их скручивают в три погибели до за спиной заламывают руку да и вот они вот так вот за спиной согнувшись три погибели на цыпочках быстро быстро перебирая ногами идут и мы так и сняли в итоге и это очень сильно повлияло на восприятие героя да то есть он они перестали восприниматься как герои да потому что их вот так вот прилюдно унижали на в кадре вот поэтому а самый простой пример звездные войны взрывы в космосе все в космосе взрывов быть не может лазерные мечи помните как как устроены как работает лазерный меч на они нарушают все законы физики но тем не менее самый величайший самый величайший киносага всех времен народов до которая нарушает все вообще законы физики какие только можно вот поэтому мы должны соответствовать представлением аудитории о реальности на нас нет задачи рассказывать правду в каждом слове в каждом этом самом кино перефразируя гадара я бы сказал что кино это ложь 24 кадра в секунду да то есть вот кадр выстроили уже собрали да потому что в жизни да мы не видим вот так вот такой кадр да как в кино поэтому главное чтобы было было правдоподобие дальше следующий вот собрали информацию и следующая стадия самое важное и ее очень часто сценаристы пропускают именно из-за того что они ее пропускают из-за этого возникают разные проблемы и эта стадия это вызревание то есть после того как вы собрали информацию очень важно чтобы вы не сразу же садились и сразу же начинали писать ваш текст а чтобы у вас произошло произошло какая-то какое-то время вы либо отдыхали либо что еще лучше занимались какой-то другой деятельностью причем на самом деле тут до считается что это может быть там физическая какая-то деятельность погулять собакой выйти на пробежку спортом позаниматься да то есть перед переключиться на что-то на самом деле я считаю что умственная деятельность тоже работает и даже работает лучше да то есть после того как вы пособирали информацию надо переключиться на другое какое-то дело да для того чтобы в вашем подсознании информация поварилась в идеале чтобы переспать хотя бы ночь с этим да то есть в идеале конечно чтобы несколько дней прошло вот нужно дать информации созреть вплоть до того что например после ресерча сесть и посмотреть какое-то другое кино прямо на другую тему переключиться и вот это переключение она дает очень классные результаты после него всегда неизбежно если вы хорошо насытились этой информации да и хорошо переключились даже полностью переключили внимание на что-то другое у вас начнут появляться инсайты то есть вы вдруг начнете видеть что то что в обычной ситуации вы не видели в этой теме и что такое inside inside считается что это какая-то идея да то есть вы увидели какую-то там гениальную идею гениальное сопоставление это не обязательно inside кто-то я не помню кто сказал что в inside как в смерть ты идешь в одиночестве да то есть inside другого человека для нас не сработает да то есть человек такой парень встречает девушку офигенная идея все парень встречает девушку все я ну я готов хоть завтра писать да а ты смотрим ну парень не встречает мне девушку это в чем цинус вот то есть inside это что-то что дает вам всплеск энергии творческой то есть это может быть образ какой-то это может быть сцена какая-то да когда вдруг видите сцену и по ней вокруг этой сцены выстраивается все может быть реплика какая-то и вы это открывает вам вот это клубящуюся энергию до которую вы топлива research а закинули в топку дали возможность повариться и реакция запустилась и неизбежно неизбежно происходит inside или даже серии то есть если inside не происходит да значит скорее всего либо research неправильно произведен да не не до конца не насытились либо не недостаточно хорошо переключились да то есть если хорошо переключаешься inside неизбежно наступает то есть если у меня да я бегу на пробежку я там я готовлю какую-то информацию до собираю да потом бегу на пробежку я обязательно прибегаю меня там пять шесть идей каких-то а вот поэтому деятельность у каждого может быть своя то есть это может быть и какая-то прогулка пробежка но и это может быть там было время когда я просто ложился на диван включал какой-нибудь сериал и рядом клал блокно досмотрел невидящим взглядом таким да и через какое-то время меня начинал начинали просто штырить инсайты причем нет никак не связаны с тем сериалом который я смотрю дальше написание причем написание я советую тоже разбивать на стадии то есть сначала мы опять же то есть но туда мы не пойдем не будем все это прям погружаться то как мы в мастерской делаем да у нас мастерской процесс устроен следующим образом мы примерно половину времени называем занимаемся разработкой плана и там у каждого проекта там своя свои своя дорожная карта что мы делаем персонажей составляем делаем написание мира до делаем там эпизодный план пишем да то есть сначала мы обязательно пишем какой-то план работаем над персонажами работаем над миром истории и только после того как написан план только после этого мы начинаем писать тело текста и очень важно тоже отделить во первых написание да когда мы пишем план не надо писать сцены да не надо писать текст очень часто человек бывает так что а я прям так хочу писать текст да причем я хочу писать семнадцатую сцену да ну хорошо сел человек написал вот эту семнадцатую сцену которую так хочется написать и все и на этом все заканчивается и остается 1 17 с а вот поэтому все должно быть очень строго по структуре работы план текста дальше опять же отдохнули отключились перечитали оценили свой план да и потом дальше начинаете писать само тело текста в процессе написания текста я советую его не редактировать единственное что если например текст состоит из частей да например сериал вы пишете да надо серию написали до выдохнули серию отредактировали если это особенно там надо ее сдавать да и дальше пишите следующую хотя если есть возможность если это цельная история я и весь сериал советую писать сначала писать целиком а потом редактировать то есть когда я писал большие проекты свои дата 16 серий в одно лицо да я сначала писал четыре месяца да и потом там еще несколько месяцев редактировал то есть отделить написание от редактирования очень часто именно из-за того что люди увязают в редакторе из-за этого не получается дальше написал одну страницу и хочется сразу там все отредактировать но поредактировал все писать дальше уже не хочется вот поэтому здесь я например не согласен хомингуэем кстати говоря хомингуэй там советует перечитывать написанные накануне и он советует раз в неделю перечитывать весь текст я советую этого не делать ну сравните мои результаты и результаты хемингуэя нет я шучу на самом деле но тем не менее тем не менее и я вот в этом я я считаю что он тем самым в том числе разрушал свою продуктивность постепенно и разрушил ее в итоге вот этим бесконечным перечитыванием и редактировать вот поэтому написали закончили дальше отредактировали и важно четко зафиксировать момент когда вы закончили написание текста четко зафиксировать момент когда вы закончили редактирование да то есть тоже здесь не дал я знаю что люди могут увязнуть в редакторе да и сидеть годами перед переписывать один и тот же текст тоже здесь важно понять что в какой-то момент все мы уже останавливаемся и на этом до редактура закончена тоже у каждого здесь свои правила там кто-то говорит что я три драфта пишу кто-то там у каждого свое надо индивидуально для себя решить как вы останавливаете свою редактуру потому что у каждого свои подходы к этому ну вот я советую очень важно да в какой-то момент все я считаю что текст закончен принять решение окончить редактуру и дальше к этому тексту не не подступаться даже если например вы получаете какие-то поправки от издательства да то есть если например я принял решение о том что текст готов и больше я его редактировать не буду да но например у меня был газетчик пошел без справок а по писателю я получил несколько поправок вот причем они прям там пара поправок были прям прям реально по делу то есть там у меня была такая временная аномалия там девушка была беременна там по-моему на то беременна была 17 месяцев то ли что то что то в этом они это-то улева толстого то конечно было перимена там короче не совпадало по времени-то есть мне важно было чтобы одно событие было в девяносто шестом а другое событие в девяносто восьмом и там была такая такой сдвиг был временной и он в общем если присмотреться он был заметен а вот и меня и его можно было исправить и мне так редактора давайте исправить его давайте не будем но я не хочу пусть если кто-то заметит но будут писать что типа тут ошибка вот но например меня там было довольно подробное описание употребления наркотика там выдуманный был это важно по сюжету был выдуманный наркотик выдуманные название выдуманная рецептура на вот но юристы xmo прочитали и сказали если мы в таком виде публикуем но автор садится а вот я такой подумал решил что я похоже что садится не хочу поэтому вот описание это было убрано из текста вот но например там мат я отказался убирать потому что там тоже там появлялась мертвая девочка которая пела матерные частушки то есть это было важно по сюжету вот мне сказали книга будет в целлофане там меньше людей его прочитает будет пометка на обложке я с этим совсем согласился а вот и плюс сразу сказали что типа но мы поскольку я редактор она женщина руководителя отдела сказал поскольку я редактор я типа но отказываюсь поставить свою фамилию я поставлю роман издается в авторской редакции я бы тоже я далке я с этим согласился вот и роман в итоге так и выше да то есть если я для себя решил что редактирование закончен значит редактирование закончена сценарной работе так не бывает потому что там редактирование не заканчивается никогда то есть там нет такого такой ситуации когда сценарий закончен сценарий все время меняется да он уже снят он все еще может продолжать меняться когда мы снимали побег у нас уже премьера была назначена да и мы продолжали еще переписывать сценарий то есть у нас шло сериал был снят шло озвучание каких-то последних сцены мы еще до сих пор там что-то меня да то есть сценарий работа над сценарием не заканчивается никогда это не текст это процесс который сценарист должен поддерживать ну и дальше следующий последний этап это продвижение да то есть вы дальше начинаете свой текст несете в издательство публикуете где-то и занимаетесь его рекламу еще раз повторяю стадии творческого процесса если это все понятно напишите что все понятно если есть какие-то вопросы готов на них ответить выбор проекта сбор информации вызревание inside написание редактирование продвижение 7 стадий творческого проекта если у вас какая-то стадия пропущена то значит что у вас будут проблемы так накидали вопросов сейчас прочитаем если для сценария нужно исказить какой-то законы тоже допускается но здесь надо смотреть опять же досмотреть насколько это ваш месседж да насколько это вашему месседжу соответствует да например если вы в россии пишите о смертной казни вот то что вы пишите о смертной казни но все знают что в россии мораторий на смертную казнь введен уже там больше 25 лет я просто немножко занимался этой темой я ездил в этот белозерский пятак в тюрьму где содержат смертников и видел всех этих смертников которые которых приговорили к смертной казни да и которым отменили заменили на пожизненный вот писал большой материал об этом вот поэтому но об этом все знают все знают о том что в россии смертной казни нет сейчас если вы напишите что она есть но как бы это все равно что написать что солнце восходит на западе то есть это какая-то некая очевидная вещь для всех если по ощущениям задача не моя research может найти в ней плюс или из другой способ очень хороший вопрос смотрите бывает так что вот есть какой-то проект который там по ряду приз причин надо делать да например у нас было когда у нас 2008 год помните что было финансовый кризис у меня ипотечный кредит долларовый да то есть зарплата вся полностью уходит на кредит и алименты да и мне надо еще и заработать денег где-то и у нас закрывает канал нтв закрывает захватчики 2 проект который мы должны были делать и в качестве компенсации они нам говорят ребят вот есть старый проект москва центральный округ вышло два сезона и мы хотим его перезапустить давайте вы его сделайте 32 серии и мы его посмотрели там эти добрые менты меньшов там и так далее да и мы такие типа не очень понятно а зачем нам это делать ну то есть понятно заработать денег да но зачем нам снимать сериал про добрых милиционеров напомню 2008 год да это милиция переименовывается в полицию это евсюков это песня группы телевизор менты убивают молодых да то есть в обществе отношение к милиции очень очень такое так себе вот и мы три месяца мы сидели и пытались понять пытались для себя решить что мы хотим сказать этим сериалом зачем мы будем его делать потому что без этого мы не могли начать работать да и в конце концов мы сформулировали что мы хотим сделать сериал про милицию такую какую мы хотим ее видеть для того чтобы вот эти наши ребята из органов до чтобы они посмотрели сериал и чтобы они захотели быть такими же как герой и это на мой взгляд получилось потому что в итоге сериал был безумно популярен его мвд министр внутренних дел его рекомендовал для просмотра всем всем всему личному составу на вот и в общем мне там менты потом подходили благодарить за него сказали что очень хороший сериал получился вот поэтому нужно искать где я в этом проекте да то есть если вы себя не видите до своего сообщения своей темы то нужно найти если ее не удается например если у вас редактура вычеркивает все что связано с тем что вы хотите сказать ну значит надо уходить с такого проекта как избежать ситуации чтобы не притянуть к себе несчастье которые описывать сценарий в прошлом вебинаре вы говорили что автор может притянуть себе то о чем пишет всегда показывать выход да то есть например если вы пишете про человека который болеет раком условно говоря нужно всегда написать о том что человек вылечился если человек залез долги да и вы боитесь залезть долги придумайте интересный способ как человек из этих долгов выпутается то есть всегда ищите всегда показывайте способ выхода героя из этой трудной ситуации в которую вы его ставите то что мы с вами делаем да мы всегда героя ставим в какую-то трудную ситуацию и дальше помогаем ему из этой трудной ситуации выпутаться любая история она про это не оставлять не убивайте своего героя да то есть не 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 делайте не делайте безвыходных историй в истории всегда должен быть выход я считаю что в истории всегда должен быть хэппи то есть даже если герой погибает да он погиб но дело его живо до чапаев погиб но белогвардейцы все равно всех расстреляли поэтому вот всегда давайте выход и тогда это снижает это снижает негативный заряд не снижает вернее обнуляет так в то время как редактируешь то время что редактируешь сценарий после написания нового ничего не пишешь как тогда быть с правилом писать каждый день всю жизнь я можно делать опять же если вы не очень загружены да можно редактировать можно для этого выделить отдельный день для редактировать но в целом редактировать можно и одновременно с написанием другого сценария об этом расскажу вам послезавтра о том как совмещать несколько проектов вообще сценаристу я советую никогда не писать один проект должно быть минимум 2-3 проект потому что сценарная индустрия очень нестабильная и у меня были случаи когда у меня утром было три проекта в обед было ни одного проекта к вечеру три других проекта а вот поэтому к этому надо очень спокойно философски относиться да сегодня есть работа завтра нет работы да поэтому лучше иметь всегда несколько работ а вот а раз у вас несколько работ значит неизбежно у вас будут накладываться проекты и сценаристы есть и бывают такие люди да а у меня есть проект да и я сижу и жду пока у меня заявку прочитать уже два месяца сижу и жду ничего не делаю потому что если я начну что-то делать а вдруг мне позвонят и скажут ну все заявка утверждена давай работать я видел таких сценаристов да но они в итоге годами в простое вот у меня всегда было так что если я заявку сдал какую-то да я тут же сажусь и начинают следующий проект какой-то делать даже у меня ни дня в простое не было даже если у меня нет заказа я сижу и какой-нибудь пилот приду вот поэтому неизбежно происходят накладки и вот о том как несколько проектов в течение дня разрулить об этом я послезавтра вам расскажу имеет ли значение в каком порядке разрабатываются герои сюжет и мир конечно но если порядок неправильно это значит что вы зайдете в тупик но об этом я вам не буду рассказывать здесь потому что иначе зачем бы вам было приходить ко мне в сценарную мастерскую если я и так все расскажу на бесплатном 3 поэтому те кто в мастерскую придет те тем все все узнают насколько глубоко автор должен погружаться в research до того как информация начнет повторяться она у вас может быть начнет сразу же повторяться если пишет про детский приют то должен обязательно там побывать и наблюдать за детьми ну конечно надо какое-то впечатление составить но в целом на самом деле вполне может быть что вы можете какой-то свой жизненный опыт экстраполировать на пребывание в этом детском приюте то есть даже если вы не были в детском приюте но я например у меня был такой опыт травли до когда меня всем классом траве поэтому я думаю что я никогда не был детском приюте но я думаю что я мог бы описать ощущение ребенка который находится в детском приюте если пишет про тюрьму чтобы понимать их порядке едет тюрьму естественно да то есть конечно же я не взялся написание сериала про тюрьму если бы в свое время в вологодской области не объездил в сетью и тоже знаю знаю очень хорошо их устройство и с начальниками со всеми общался да то есть я бы не не рискнул ну или стал бы делать research поехал бы смотреть в тюрьму там как все это устроено так если герою показали глупость но герой выход но герой выбирается разрушительную глупость соответствующую ему характер ну да давайте вот детали сюжетные да мы не будем вдаваться да то есть тоже есть способы как показать про герой поразит потерпел поражение да но мы рядом показываем кого-то кто потерпел победу все давайте чисто сюжетные нюансы давайте мы сейчас не будем погружаться если герой погибает выбирая смерть вместо того чтобы стать чудовищем это хэппи энд конечно же разумеется да естественно если герой жертвует собой ради любимого человека это тоже тоже мы кстати говоря вот почему как и почему это является хэппи эндом об этом мы подробно рассказываем разбираемся как раз таки вот на на курсе сценарий полуметражных фильма почему это хэппи энд и как как сделать так чтобы это бы это работало как хэппи тоже там есть очень очень простая очень красивая структурная модель которая это показывает я честно говоря не очень сильно удивляюсь тому как люди отваживаются там разбираться с целями героев не имея этой структурной модели все равно что тоже все равно что вслепую пытаться пройти лабиринт так сегодня получила inside что без прототипа можно а без личного опыта все-таки не а это так конечно все что мы пишем источником всего того что мы пишем это личный опыт и как раз кстати говоря на опять же на этом курсе сценарий полнометражного фильма да мы начинаем с того что мы анализируем свой личный опыт анализируем свою прошедшую жизнь для этого есть тоже там специальная методология анализируем события жизни так есть ли запретная тема на которой нельзя писать сценарий или книги в россии чтобы потом не пострадать ну ребят есть есть законы до которые в общем достаточно четко красные флажки поставлены и определены достаточно четко на вот я бы не сказал что их прям сильно много сильно больше чем на западе да то есть сегодня на западе соответствующих флажков гораздо больше говорю как человек который работал и в нашей индустрии киношной театральной и писательской и как человек который довольно много работал в европейской театральной индустрии да то есть у меня десятки постановок я сотрудничал с я единственный не знаю может меня уже исключили сейчас правда сейчас же русских отовсюду выгоняют но я пожизненный член миллениум фронт театра который штаб квартира в бане находится и соответственно вот я мы там несколько проектов сделали европейских таких театральных вот и там вот этих красных флажков гораздо больше запретных тем гораздо больше ну самые элементарные да ну попробуйте попробуйте написать историю в которой черный будет плохим все сразу до свидания у нас в этом смысле да скажем ну у нас фактически поскольку мы он у нас нет колониального прошлого да у россии у нас соответственно нет и расизма как такового нет да поэтому для нас это не тема вот есть есть другие темы запретные как на которые там люди болезненно достаточно реагируют темы связанные с религией например да темы связанные сексуальными меньшинствами да но по большому счету тоже я не вижу что что это является какой то прям такой большой проблем у меня есть пьеса в которой там две история история любви двух девушек вот если называется адреналин вот она идет совершенно спокойно идет в театре никого это не парит да то есть это ней я же там не пропагандирую отношения какие-то да а то что я про них рассказываю ну никого никого это не касается никого никак не парит а вот но в целом да естественно запретные темы есть и я долго скажем пытался пробить меня было две два таких с цензурой же тоже надо играть до две вещи которые я хотел сделать на телевидении я хотел сделать чеченца детектива историю про сыщика чеченца и историю про сыщика лесбиянку вот у меня две вещи которые я прям хотел делать я помню как продюсер с которым я тогда работал дэвид гамбург когда ему принес заявку он сказал саша запомни мои слова этого никогда не будет на российском телевидении вот но чеченца мы сделали в итоге мы сделали сериал салам москва правда там он в итоге не чеченец он аварец но изначально изначально герой был чечацин да все-таки немножечко чуть-чуть нас нас корректировали а вот а лесбиянку да так мне так мне не удалось вставить не в один пацан хотя у меня есть гей в одном сериале то есть это не как непроизвольно получилось но в сериале захватчики там есть есть такая линия поэтому да естественно есть есть ограничение есть темы на которые скажем так неохотно российское телевидение откликается да например тему маньяков одно время на телеканалов вообще запретное был прямой запрет на истории про маньяков хотя зрители их очень любили всегда игры прям рейтинг был выше в сериях про маньяков но вот прям нам запрещали нтв нам прямо запрещал прямым текстом не очень любят историю про богем не очень любят историю про болезни но здесь понимаете какая штука что если появляется какое-то художественное интересное высказывание на какую-то тему на она как бы легитимизирует тему да как например красные браслеты мещаниновый звоните дикаприо да вот они тему болезни легитимизировали сейчас телевидение совершенно спокойно к этому относятся вот поэтому плюс у нас есть такая штука у нас что позволено богу то не позволено быку да то есть у нас запрещено матом ругаться да но если никита михалков хочет чтобы у него в фильме был мат у него будет мат если запрещено там обнаженка да но если никита михалков захочет чтобы у него там героини сиськи показывала она будет показывать сиськи запрещено курение на экране опять же если кто-то захочет дата даровский захочет чтобы у него курили на экране у него будут курить на экране заплатят штраф ничего страшного но как бы сделают так как надо поэтому можно напомнить про навык скорочтения напоминаю про навык скорочтения так если в сценарии если в сценарии умирает мать героя он сильно страдает какой здесь может быть выход чтобы не притянуть авторы смерти и матери ребят я вам странную вещь скажу да все матери умрут да у меня мать умерла и отец умер да то есть все люди умрут за исключением да есть по-моему только один насколько мне известно известен случай когда одному юноше удалось этого избежать насколько мне известно все остальные люди умирают то есть какой здесь вы может если случайно взял запретную тему для сценария этот сценарий просто не не пропустит редактуры или его не купит там же если юристы ребят еще раз смотрите нет запретных тем есть способ подать запретную тему то есть всегда есть способ рассказать историю таким образом что вы контрабандой любую запретную тему пронесете через любую цензу советскую цензуру да через советскую цензуру протаскивали такие темы что просто вам и не снилось а вот а нынешние цензоры в этом смысле весьма и весьма лояльны а вот и плюс российское телевидение я понимаю что я говорю не очевидные вещи но российское телевидение самое свободное телевидение в мире в мире посмотрите какая цензура на как как все зацензурировано на американском эфирном телевидении там не то что это сам там плечик они покажут не то что сисечку в прямом эфире да не то что матом выругаются да там бушит за этот самый за за бикой а вот так что наше телевидение в этом смысле самое свободное вот то же самое касается европейского телевидения единственное исключение это британское телевидение оно абсолютно отмороженное я очень люблю телевидение и всегда когда еду куда-то я всегда внимательно очень смотрел итальянское телевидение скандинавское телевидение венгерское телевидение я смотрю как как сериалы устроены да какие темы люди поднимают я вижу что наше самое свободное то есть то что можете и позволить наш первый канал ни одно эфирное телевидение в мире позволить себе не может и то что вы видите там обнажёнку мат и так далее это все кабельные кабельные каналы да и сбил от не эфирные телевидения на и бисе вы такого там не увидите так что если вы собираетесь да и кстати говоря и качество наших телесериалов она на мой взгляд заметно превышает качество и америка европейских так точно американских уже в большинстве своем тоже так потому что там последние проекты какие-то уже у них смотреть уже совершенно нельзя да то есть сплошные ограничения 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 обязательно должен быть гей обязательно должен быть негр там и так далее и так далее обязательно экологичная тема должна экологическая да то есть такой поздний советский союз поэтому по большей части проекты стали совершенно несмотрим а у нас все прет особенно платформы так что так еще раз я напомню важный момент что правильное распределение энергии это когда вы теряете энергию на подготовке и резко получаете повышаете энергию в момент написания но если даже вы и теряете энергию в момент написания вы все равно тоже можете создать значимый текст если вы теряете энергию и там и там то есть если вы и при research теряете энергию при написании текста это значит что вам лучше заняться другим делом что это просто не ваши если вы получаете энергию при сборе есть такой есть такие люди которым нравится собирать информацию и теряете при написании да то есть написали и все просто ноль энергии выжатый лимон в этом случае я советую делать проекты время от времени писать проекты ограниченные по времени а то есть что это либо сценарий либо пьесы то есть не браться за написание больших сериалов и не браться за написание романов писать короткие тексты которые можно написать за три-четыре дня если вы теряете энергию при сборе и получаете энергию при написании значит вы можете писать проекты непрерывно том за том просто как паттерсон или как лев толстой хорошо насколько это понятно если все понятно то напишите что все понятно в польше показывают российские сериалы в польше кстати я люблю очень я очень люблю польский театр у меня много постановок в польше куча знакомых у меня в польше мощная театральная традиция очень до гротовский поляк и у них и кино классные и у них и сериалы классные надо признать в европе вот польша умеет это делать герман германия неплохо в этом смысле работает да вот я соглашусь насчет испании до колхоз редчайший испании италия там там все слова достаточно так мне нравится research страшно было вдруг автора в тюрьму посадят за какую-то неосторожно вся многих авторов посадили в тюрьму за неосторожно взятую тему мне такие случаи не известны ни один хорошо идем дальше теперь хардкор да еще раз напоминаю всем участникам пишем вашу норму на время тренинга категорически запрещается перечитывать написанные и дополнительные занять заданий для всех принять подарок от вселенной я каждое утро продолжаю выкладывать посты и я буду их выкладывать в течение всего этого года этот проект будет ежедневно каждое утро да мы с вами я прям хочу чтобы мы сделали прям такой большой проект миллион человек подарки получала может быть этим мы немножко изменим вот этот тяжелый очень фон хочется его как-то хочется свежего воздуха пустить туда да и немножечко света в эту тьму а вот поэтому так теперь хардкор сейчас минута минута задание минута на концентрацию переключения я попрошу вас в течение следующей минуты закрыть глаза и сосредоточиться на своих телесных ощущениях то есть прочувствуйте то как вы сидите прочувствуйте то как кожа с соприкасается с этим самым да то есть вот походите глазом внимание по своему телу до подвигайтесь туда сюда вверх и вниз до разглядывая свое тело и чувствуя чувствуя свои телесные ощущения и в течение минуты мы не пишем в чате в течение минуты мы наблюдаем телесные ощущения наблюдаем ощущения своего тела на минуту я экран закрываю и время пошло тут Продолжение следует... Продолжение следует... Концентрация. Вы можете делать это упражнение где угодно. Закрыли глаза, едете в метро и идете, наблюдаете свое тело, где что чувствуется. То есть сразу же внимание сосредотачивается. Прямо так встряхиваешься. Хорошо, идем дальше. Теперь задание для хардкора. Я попрошу вас в течение этих суток подумать и составить для себя список того, не надо сейчас в чате писать, список того, что вы уберете из своей жизни. То есть вот есть что-то в вашей жизни, чего вы не хотите, чтобы в этой жизни вашей было. Это могут быть эмоции какие-то. Гнев, например. Зависть. Может быть какие-то люди, которые вам так обрыдли за этот год, что все, вы хотите, чтобы их больше не было в вашей жизни. Естественно, там надо не убивать, но надо сделать так, чтобы эти люди потеряли к вам доступ. Занятия какие-то, да, то есть если вы чувствуете, что есть какие-то занятия, которые вы делали, какие-то дела в течение года, которые вас, вы точно больше не хотите этого делать. Составьте такой расстрельный список и следите за тем, чтобы вы этих занятий больше не допускали в свою жизнь. И стратегии, да, то есть если есть какая-то стратегия, стратегия ожидания, стратегия попросить, да, стратегия там… Ну попросить на самом деле здесь ничего плохого нет в том, чтобы попросить, хотя я бы лучше тоже попросить на предложить заменял, да, на какие-то более проактивные стратегии. То есть если есть какие-то ваши жизненные стратегии, которые вас не устраивают, зафиксируйте, да, что вот у меня есть такая стратегия, вам будет гораздо проще от нее избавиться. Я понимаю прекрасно, да, что мы сейчас то, что мы делаем с вами, да, это люди там в психотерапии годами с этим сражаются. Но вполне может быть, что вы, у вас сейчас особенно, да, достаточно высокий уровень энергии для того, чтобы, да, еще плюс поле наше общее, может быть, вы очень сильно сможете свою жизнь этим поменять, даже вот таким простым упражнением. Итак, составить список того, что вы уберете из своей жизни. Эмоции, люди, занятия, стратегии. И составить список того, что вы добавите в свою жизнь. То же самое. Эмоции, люди, занятия, стратегии. Да, то есть подумайте, каких эмоций вы хотите больше в своей жизни, каких людей вы хотите больше в своей жизни, каких занятий вы хотите больше в своей жизни, какие стратегии вы хотите больше в своей жизни, было насколько понятно домашние задания если понятно напишите все понятно если что-то непонятно то задайте ваши вопросы следующее занятие будет самое трудное за весь тренинг можете назвать качественные российские сериалы смотрите вот я всегда очень осторожно отношусь к таким вопросам да когда мне кто-то говорит назовите мне какой-нибудь фильм который я должен посмотреть или какой-то там сериал который я должен посмотреть потому что то что для меня является критерием качества вполне может не являться кричать критериям качества для вас да и скажем сериал который люди там смотрят в интернете может иметь очень низкий рейтинг на tv до или сериал который на tv имел там очень большой рейтинг да он скажем там на кинопоиске имеет небольшое и у меня есть такой У меня есть сериал, который высокие рейтинги имеет на кинопоиске, но низкий рейтинг на ТВ. Есть сериалы, которые имеют высокий рейтинг на ТВ, да, там доля под 30 и рейтинг там 8,5, например, что очень высоко. Сегодня недостижим такой рейтинг. Вот. А на кинопоиске там сколько-то там совсем какие-то, совсем какая-то небольшая оценка. Вот. Поэтому вот критерии очень сложные. Я бы сказал так, что практически все, что выходит сегодня на российском телевидении и на российских платформах, это достаточно высокого уровня. Вся продукция, которая выходит, достаточно высокого уровня. Для европейского телевидения недостижимого. И по качеству истории, и по качеству режиссуры, и по качеству съемки, и по качеству актерской игры. Да, сравниться может, пожалуй, британское, британское телевидение, которое всегда было очень высокого качества, и американского. Вот. А так все очень неплохо, да. То есть и какой-нибудь, и тот же Ди Каприо Крыжовникова, да, и Эпидемия, и этот самый, господи. И чики, да, то есть это все очень-очень хорошо. Конечно, есть и провалы, да, там условная карамора какая-нибудь. Да, но опять же я вижу, что тем не менее, да, даже заведомо провальный проект, он тем не менее достаточно высокого уровня, чтобы его смотреть. Чтобы его можно было смотреть. Поэтому телевидение сегодня у нас очень крутое. И если вы хотите рассказывать истории, да, конечно, надо уметь писать сериалы. Почему, по какой причине непопулярно авторское кино? Вот смотрите. Наталья, вы задаете вопрос в формулировке, в которой содержится утверждение. Да, то есть, вот это все равно, что вы уже перестали бить свою жену по утрам? Да, или вы перестали пить коньяк по утрам? Да, то есть, в вашем вопросе содержится утверждение, что авторское кино непопулярно. Я этого не наблюдаю. Например, «Аватар» – авторское кино. Да, или, например, «Терминатор 2» – авторское кино. Да, Кэмерон сам написал сценарий, сам снял его. Очень популярно, люди смотрят с большим удовольствием. И я очень люблю все эти фильмы. Очень хорошо, качественно рассказана история. Хорошее авторское кино, рассказанное с учетом, что называется, интересов зрителя, всегда популярно. А вот плохое авторское кино непопулярно. Да, где какие-нибудь бессмысленные персонажи, непрописанные, непридуманные, ходят по какому-нибудь бомжатнику и потом непонятно, почему вдруг умирают. Да, такое кино не может быть популярно, да, потому что там нет истории. А не потому, что вот это вот авторское кино, а вот это не авторское кино. Хорошее авторское кино. Люди смотрят. Спилберг, например, замечательный образец авторского кино, который весь мир смотрит. «Звездные войны» – это авторское кино в чистом виде. То есть человек сам написал историю, сам снял ее. Снял так, как хотел ее. И весь мир ее посмотрел. Поэтому, на мой взгляд, наоборот, чем более кино авторское, когда автор имеет максимальное влияние на результат и попадает в ожидание зрителей и умеет работать с ожиданиями зрителей. И тогда получается популярная и интересная история. Хорошо, друзья, на этом сегодня предлагаю закончить. И увидимся завтра в 12 часов. Так, просто его мало показывают по ТВ. Еще раз, Наталья, то, что вы называете авторским кино, не является авторским кино. То есть то, о чем вы говорите – это плохое авторское кино. Вот хорошее авторское кино – Мартин Макдонах, например, который сам пишет, драматург, сам снимает. Это авторское кино. Его и показывают по ТВ, его показывают в кинозалах. Вот сейчас у него вышел новый фильм, да, весь мир его смотрит. Поэтому, опять же, вы не задаете вопрос. Вы делаете утверждение. Утверждение ваше не соответствует действительности. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok